Как гопари сидят на этих картах, всю жизнь понятия не имею, наверное, они йоги. Вот и настал, товарищи, момент Х, вернее, момент П, момент ранца патрульного. Вкратце расскажу предысторию. Еще месяц назад был снят видеоролик, в котором я показал рюкзак патрульный от фирмы Техинком. Было решено взять его за основу и сообразить на этой почве какой-то рюкзачишка с вашей помощью. То есть вы сами писали в комментариях ваши пожелания, мы их распечатали, я их изучал. Время от времени отвечал на гневные комментарии и вопросы в личку. Вы сказали, что будете перешивать ранец патрульный, но почему-то не перешиваете. Но сразу скажу, нужно было время подумать. И как ни крути, хоть и взята за основу какая-то модель, какого бы ни было изделия, нужно ее переосмыслить. По-другому на нее взглянуть и опять же изучить, не помню, 50, например, комментариев. И у каждого есть свое пожелание, свое видение этого рюкзака. Понятное дело, что все пожелания совместить в одном изделии, ну, можно, конечно, это будет какой-то дико-мега-универсальный рюкзак, но там, где универсальность, там и, соответственно, свои плюсы и минусы. Но, не знаю, не знаю, как это все совместить. Тем не менее, давайте-ка сделаем так. Это первая модель, которая мне пришла на ум. И далее мне бы хотелось изготовить еще две. Вторая уже будет, конечно, пофункциональней. Третья, просто так, ради попробовать. Какой это может быть дикий кастом? Не знаю. В первой модели что хотелось? Во-первых, хотелось посмотреть общий вид, так сказать, изделия, потому что, как ни крути, мы шьем все равно, применяя свои какие-то швейные приемы. И нужно было тот рюкзак переосмыслить и в этом формате тоже. То есть не просто его скопировать и что-то наляпать на него или что-то убрать лишнее, а вообще по-новому он делается. Просто по-новому. Что там взято, по сути, за основу? Плюс-минус размеры. Плюс-минус, ну, функционал, знаете, сложно, как бы. По сути, это мешок с затяжкой и с клапаном. И взяли за основу размеры патрульного ранца. И мне сразу захотелось увеличить его на 5 сантиметров. Я еще в прошлом ролике это сказал. И я как бы это сделал. Сейчас вы, по сути, видите патрульный ранец, но сложно, наверное, его как-то ассоциировать именно с ним, потому что он на него не похож. По одной простой причине нету достаточно объемных, больших карманов боковых. И, конечно, их отсутствие делает свое дело. Сразу видны различия. Но это одно из пожеланий. Кому-то нравились эти карманы, а кому-то нет. Кому-то нужна чистая бочина, даже без боковых стяжек, карманов и маляхи. А кому-то нужно именно так. Тем не менее, размеры напишем на экране. Я их сейчас, наверное, не воспроизведу. Начнем с клапана. Хотя начали-то мы с размеров, на самом деле. У ранцпатрульного клапан, не сказать, что был какой-то объемный. Там был он такой некой формы. Но назвать его закрытым или объемным, как бы, затруднительно. Поэтому было решено сделать клапан плоский и пойти от простого к сложному. И в этой версии сделать клапан вообще без карманов. Сверху на нем расположены ячейки PELS. Вы можете заметить вот такие вот некие отростки. Это импровизация. Это не цельная стропа, как вы подумали. Мне изначально хотелось сделать четыре ячейки. Их срезы строп, закрыть другими стропами, как бы, пустить перпендикулярно им. И здесь закрепить фастексы. Но потом, когда я делал вот эту строчку, в голову пришла идея, что надо бы их продлить. Ведь за них можно цеплять как раз за крайние при помощи дополнительных утяжек, упаковочных ремешков, какое-либо там снаряжение. Пенку, спальник и еще какую-нибудь там хренотеньку туристическую, например. Были бы карманы, были бы всякие штуки. А что закрепить и положить, туда найдется. И, так сказать, были дошиты вот такие, по сути, дополнительные PELS ячейки. И внешний вид почему-то мне так понравился. Может быть, это какая-то будет его изюминка, не знаю, узнаваемость. Ну, просто решил оставить так. Ведь это нехорошо и неплохо, что такого-то в этом. Поэтому сверху мы видим ячейки PELS, два фастекса. И с обратной стороны мы видим только швы. Все. Клапан как бы не съемный, пришивной. Регулируется как бы он по объему, но не по высоте. Как иногда бывает. И, в принципе, на нашем изделии под названием ходок есть клапан. Он, правда, закрытый. И он регулируется по высоте. Этот же просто наглухо вшит-зашит. Под клапаном мы видим систему утяжек. Она состоит из двух утяжек. Я не знаю, насколько нужна вот эта, но верхняя-то нужна точно. Поэтому вот у меня вопрос вот к этой утяжке, нужна она или нет. Но, как бы, кашу она особо не просит, и я бы ее оставил. Все-таки все равно она как-то... Вот эти вот штуковины, так сказать, сделаны из ткани туриста. Они сделаны прям полностью из двойного слоя. Так я увидел как-то на америкорском рюкзаке так сделано, и решилось этот момент сюда внедрить. Внутри, в общем-то, есть организация. В виде на задней стенке имеется карман для... Для чего? Для папки с документами, для какого-то плоского большого органайзера, который я все-таки собираюсь как-то пошить. И карман этот наш стандартный такой ноутбучный. И он спереди, в него вшита пенка. И карман объемный, и горловина его стягивается эластичным шнуром. Так, еще также есть там на задней стенке у нас технический карман, закрывающийся на липучку, и в него вставлен пластик, чтобы спинка была жесткая, и ничто вам в спину там не упиралось. Если что-то положите туда, такой упирающийся в спину. Внутри, на внутренней части, на передней стеночке, имеется также технический карман. И он был сделан, в общем-то, наверное, чисто побаловаться, посмотреть, как оно будет. И в этот карман я запихнул такую плотную 4-миллиметровую пенку. Мне захотелось, чтобы рюкзак держал форму. Как сзади, так и спереди. Ну, а бока уж, извините, все равно это не кофр защитный. И поэтому спереди, если я сейчас из него что-то там выну, а там лежит палатка, то, в принципе, он ничего не поменяется. Просто рюкзак будет менее устойчивый. Не знаю, насколько это целесообразно, но если бы я делал рюкзак для себя, я бы сделал именно так. На передней стенке мы видим ячейки PELS. И через них, через какую-то их часть пропущены стропы с пластексами, которые уже встречаются со стропами и фастексами клапана. Тем самым, как бы, закрывая рюкзак. К чему дальше мы с вами? Наверное, боковая часть. На боковой части мы наблюдаем ячейки PELS. Они немного нестандартно так расположены. Хотелось убрать объемные карманы по одному из пожеланий. И боковина же не будет пустая. Как-то хотелось обыграть ее. Делать совсем ее PELS не было желания. Тогда бы как-то... Не знаю. Мне хотелось пожелания такого вот плоского, но в то же время объемного кармана воплотить в жизни, совместить как-то это с ячейками. И получилось это сделать именно вот таким способом. То есть это карман. Он объемный. И достаточно сюда прям, ну, нормально так залезть. Горловина его стянута эластичным съемным шнуром. В случае чего можно его, если что, заменить. Либо снять, и вдруг вам понадобится 30-сантиметровый шнур. Можете воспользоваться. И на кармане по бокам расположены ячейки, которые как бы продолжают вот эту верхнюю систему. Есть в планах нашить сюда такой карман, как, в принципе, на патрульном ранце. Но чтобы как бы снизу-то он не болтался у нас, как-то было закреплено, то две малешные клипсы, они будут проходить по бокам подсумка. Я как бы проверил на нашем подсумке на одном. И, в принципе, система рабочая. Почему бы и нет? Опять же, если сделать две клипсы, то через часть, где клипс не будет, можно что-то длинное просунуть. Вот он упрется в карман, ну, например, это топор, лопатка, или что-нибудь, не знаю, дуги для палатки, моток веревки. Все, что угодно, можно сюда положить. Все, что угодно, это, конечно, громко сказано. Но вы меня, я думаю, поняли. С боковой части, я думаю, разобрались. И с другой стороны то же самое. Нижняя нас часть радует. Кстати, забыл сказать, что внутри все детали рюкзака, основная ткань продублирована дополнительной тканью Турист. Над ней мы видим ячейки PELS, через которые планируется как бы пропустить упаковочные ремешки, дополнительные съемные. Не всем нравятся интегрированные, вшитые. Поэтому было решено сделать именно так. Итак, спинка. На патрульном ранце ручка сделана из 25-мм стропы. Здесь же она сделана из полтоса. И этот полтос сложен пополам. Получилась такая более жесткая ручка, такой же ширины, в общем-то, как на патрульном. Сзади это наши стандартные лямки, но захотелось, так сказать, поэкспериментировать. И я их немного изменил. Вот начиная от этой части и до самого корня лямок, ширина их немного увеличена. Мне показалось, что так будет удобнее. И, наверное, попробую я с этим рюкзаком походить, именно с такими лямками. Может быть, они будут на другом рюкзаке стоять, я не знаю. И посмотреть, как они все-таки будут в действии. Но рюкзак уже нагружался, я в нем тут походил, побегал, попрыгал. И, в принципе, лямки показались удобными. Они пришиты через стропу, которая спрятана под основной тканью. И прошит все тут здесь три раза, здесь крестом, здесь еще разок. Поэтому грузи не хочу, лишь бы плечи выдержали. На лямках стоят фастексы, полукольца и съемная, регулирующаяся по высоте и по объему грудная стяжка. Так, что-то я тут запутался. Имеется поясной ремень. Не знаю, полтоса, стропы здесь много. Вопрос такой возник. Может быть, сороковку поставить? То есть, 4 сантиметра, мне кажется, вполне достаточно для такого рюкзака. Хотя, блин, может и мало показаться. Поэтому поставили полтос на всякий случай. На спинке мы видим, спинка, я уже говорил, что в нее вставлен пластик. И также имеются два наших стандартных валика. Между которыми есть некое расстояние. Назовем его воздухопроводным каналом. В общем-то, на этом и все. Поэтому напишите свое мнение в комментариях. И, опять же, можно писать какие-то пожелания. Вдруг кто-то не написал, у кого-то поменялось мнение. Почему бы это заново не прогнать через себя? То есть, не обновить информацию у себя в голове. Следующий ролик планируется... Не следующий. То есть, по этой теме, по патрульной, планируется ролик, в котором будут дошиты сюда дополнительные карманы. Боковые, верхний, нижний и передний. Просто хочется посмотреть, как это будет выглядеть. И мы с вами, опять же, этот вопрос разберем. И уже следующий этап это будет создание еще одного рюкзака похожего. Уже, ну, также ориентируясь на ваши пожелания. Поэтому активничайте, не стесняйтесь. И мы все читаем. Если ваше пожелание не было учтено, ну, извините. Как бы. Ничего страшного. На этом я, как всегда, не прощаюсь. Просто машу вам рукой. И увидимся.